Приветствую, друзья! Я сейчас хочу вам очередную тему про долги, про закон Бомеранга, про закон Десятины озвучить. Я недавно прочитала какую-то последнюю главу вроде моей новой книги про деньги, для чего богу деньги, где я затронула законы денег, как у нас в мире они работают. Там семь законов мироздания, из них есть закон Бомеранга и закон Десятины, то есть Благодарности. Я прочитала эту книжку, получила невероятно куча комментариев, отзывов, что так и все наблюдают, как так и работает. И получила много вопросов, поэтому я записала следом еще два видео, где я на эти вопросы отвечала и более глубже рожевывая. Но все равно после этих видео мне задают вопросы. Я их заскринила. Сейчас хочу прочитать эти вопросы и дать на них ответы. Что еще? Ну и немножко отзывов хотела прочитать про книгу. Блин, это же вообще просто. Читаю. Я офигею. Сегодня девушка мне написала, что 5 миллионов рублей пришел, долг уменьшился на 5 миллионов рублей. Это просто. А она всего лишь последнюю главу послушала. Книгу она еще не покупала. Посмотрим, что будет, когда она купит книгу. Итак, вопрос. Сейчас вопрос, возможно, не совсем в тему. Если получаешь зарплату, то с этих денег государство уже забирает десятину и даже больше. Налоги разные. Это же тоже своеобразная десятина? Как оно считается? Пишу. Да, это десятина. Так мир и забирает. Но по-другому еще может забирать. Это одна из форм десятины. Но десятина — это от всего, что ты имеешь, еще забирается. Ты потом на эти деньги благодаришь создателей. То есть покупаешь что-то, какие-то себе ресурсы, чтобы из них свой ресурс новый какой-то создать. Например, еду покупаешь, чтобы поддержать свое тело, и оно могло творить дальше и работать. Но если тебе кто-то помог, например, найти работу, то оплатить десятину с первой зарплаты этому человеку было бы круто. Тебе же вернется в десять раз больше. То есть мы отдаем десятину за помощь. Благодаря кому мы смогли что-то получить. То есть кто поспособствовал получению этой суммы? Может быть, это необязательно в деньгах. И это дело сугубо личное. Хочешь — благодари и увеличивай себе благодарность. Хочешь — не благодари. Но равноценный обмен уже с работодателем и государством, он уже произведен. То есть ничего убывать у вас не будет. Вы заработали денежку, вы десятину отдали в виде налогов государства. Все. Но, например, вам нашли эту работу, подсуетились, потрудились, устроили вас на эту работу. Почему бы от зарплаты не отдать вот этот первый доход, десятину, тому, кто вам помог? И вы же в десять раз больше получите в ближайшее же время. Поэтому здесь смотрите сами. Если вы поймете глубоко эти законы бумеранга и законы десятины благодарности, как оно убывает, как оно приходит, вы поймете вообще, как действовать в этой жизни. И будете понимать, почему у вас уходят деньги или приходят. То есть ситуации же очень много разных, да, и вам надо научиться это применять в каждой ситуации. Поэтому я буду иногда, когда вы задаете вопросы, выходить в эфиры и каждую ситуацию мелкую разбирать. Ну, например, с работой. Да, здесь все понятно. Дальше читаем. Спасибо, Нелли, что заставляешь думать. Вскрываешь пласты знаний, я хочу плакать, которые у нас есть. Так, благодарю за эфир. Аналоги считаются. Считаются. Это закон десятины. Официально убыло. Но если поблагодарить из оставшейся суммы того, кто помог их получить, например, премии дать своим работникам, да, вам же это умножится. Ну, вот вы как работодатель, допустим, да, взяли и раздали премии. Вы получите обратно. Нелли, я не совсем поняла пример с девушкой, написавшей тебе, что не может отдать с полученных пяти тысяч рублей после прочитанной книги. То есть она купила книгу, прочитала, получила пять тысяч. И что, с них снова должна вернуть десятину за вновь полученную прибыль? Ну, она же уже заплатила за это, заплатила за твою книгу. Получается, что любой товар, который я купила и приготовила из него что-то, или получая постоянно удовольствие, например, от ботинок, который купила, то что, я должна снова идти в магазин и еще вернуть продавцу? Нет, ну, вы тут прям сильно утрируете. Конечно, нет. И вообще, конечно, закон мне понятен. Просто немного теперь страшно. Я чувствую, что начинает формироваться боязнь вообще что-либо получать. Не надо, девочки, мальчики. Теряешь то, теряешь то, получается больше. А, теряешь то, получается больше. Нет, не получается. Мы всегда что-то отдаем и всегда получаем. Ну, мы компенсируем всегда себе все. Что вы так прям переживаете? Надо как-то с этим теперь что-то делать, свыкнуться. Иначе можно и с ума сойти, жить с постоянной оглядкой и контролем. Отвечаю, да? Опять в очередной раз поясняю. Она заплатила, эта женщина, за книгу. И она заплатила за знание в ней, как за продукт этой книги. А потом начала получать сверхприбыль. Она может поблагодарить за приход денег. Десятиной получить обратно в 10 раз больше. То есть ей пришли 5 тысяч, она 500 отдала. Ей 5 возвращается. И в итоге у ней 9500 на руках. Математика, да? Она же платила за книгу, а не за большой объем новых денег. То есть здесь дело обоюдное. Хочешь в нож деньги, хочешь не в нож. Когда вы купили товар, купили товар, и его используете, у вас здоровый энергообмен. Я уже в прошлом видео сказала, ничего не убудет, ничего не прибудет. Вы энергообмен сделали. Но тот, кто помог вам заработать деньги, вы же на ботинках не зарабатываете деньги, вы его можете поблагодарить. И тогда вам вернется. Но если вы его не поблагодарите, от вас убудет. И это так. Например, вы попросили ваши вещи перевезти. Перевезли вещи, но подарите ему какой-то цветок домашний, подарите ему красивую вазу, подарите человеку, который помог квартиру перевезти на другое место. Пирог испеките, тортик сделайте ему. Но вы как-то выразите свою благодарность. Потому что здесь за его труд, который не был оплачен, будет по-любому минус в вашей стороне. Ему-то плюс, он-то вам помог, а вам-то нет. Подтверждая, все так работает. Я 25 лет в торговле, закон десятины работает всегда. Придерживается человек в торговле. Молодец. Следующий вопрос. Нелли, я прям в голос сижу, думаю. Мой главврач записал мне пациента. У нас с ним 50 на 50. Думаю, должна ли я отдавать ей 10%? Нет. У вас и так здесь 50 на 50. Ну, то есть клиент ей, клиент вам. Клиент ей, клиент вам. Ну, и плюс еще и прибыль 9, наверное, 50 на 50. Не важно. Здесь никакой десятины речи нет. Десятина только за то, кто лично вам помог что-то построить, что-то сделать, что-то получить. Да, больших каких-то или небольших денег. Например, мне подруга помогла выгодно, очень выгодно, с офигенными, большими просто скидками. Я купила квартиру за бесценок. Она получила свою десятину в виде 5000 евро, понимаете. Она получила. Но мне вернулось в два раза больше. Помните, я говорила, я с нифига квартиру купила. Потому что у меня тоже... Я все время помогаю. Мне многие, кстати, говорят, ребята. Вот ты себя обесцениваешь. Опять тема обесценивания. Вот ты себя обесцениваешь. Все отдаешь за даром. Ты постоянно делишься. Все бесплатно. Ребят, конечно, я всегда получаю в 10 раз больше. Но как вы этого не поймете? Все время об одном и том же. Я делюсь, потому что у меня избыток этой инфы, которую надо выкладывать и делиться. Почему мне ее зажимать? Я же себе зажму ресурсы. Зачем я должна... Я делюсь максимально всем, что у меня есть. Я сходила, вылечила зубки. Я поделилась этой клиникой. Ко мне начали приезжать друзья. Мне зубы... Ну, бесплатно почти сделали. Ну, нужно не почти, бесплатно сделали. Окей. Уберу слово почти. Бесплатно сделали зубы. Потому что я начала клиникой делиться, приводить туда клиентов. Они с такой благодарностью. И мне еще десятину платят как зарплату с каждого моего человека. То есть подруга приехала ко мне. Сделала зубы. Она оплатила, там, я не знаю, в 50 раз. Ой, в 50. В 50 процентов. Наполовину меньше от прайса она оплатила. И плюс мне еще с этой суммы клиника благодарна. И чем больше она платит, тем больше ей клиентов я привожу. Вы понимаете, какой здесь офигенный энергообмен? 10 процентов они мне отдают от той суммы. Вот. Первые друзья, конечно, я 10 процентов, которые десятину мне клиника должна была оплатить. Я сделала еще больше скидку. По 60 процентов получили первые мои две подруги. Вот. Все остальные, которые приезжают, то сейчас просто очереди на январь, на февраль, на март, на лето. Мне клиника платит. Но им это не в минус. Вот сейчас был просчет. Извините, что я опять про зубы. Ну, я просто... Ну, как ни на жизненных примерах не приводить... Ну, просто... Вот эти примеры, только бери и приводи. А что мне? А, мне вот сейчас девушка... Ей посчитали 2 миллиона рублей зубы. 2 миллиона. Мы ей сделали просчет. То есть еще металлокерамику. Мы ей сделали просчет цирконий, который стоит в полтора раза дороже. Если не в два. Вот. Ну, в полтора, допустим. Так, грубо говоря. Плюс бесплатно там проживание, отель, да, гостиница, питание, трансфер. Каждый день с аэропорта в аэропорт. И с отеля туда-обратно в клинику на весь период лечения. То есть это туда входит. И у нее вышло 700 тысяч. Или там 680 тысяч. Вот. Но потом мы еще решили дополнительных имплантов делать. Сумму увеличили до 900. Вот. 900 и 2 миллиона. Но есть же разница. Естественно, человек на 50 процентов. Мало того, что он приедет, отдохнет. Поживет здесь бесплатно. Так он еще зубы в два раза меньше сделает. И, естественно, он не будет меня винить. Вот она, на мне зарабатывает там 10 процентов. Ему и так тут скидос. Прикиньте, какой большой. И плюс хорошее качество. Я к тому, что чем больше отдаешь, тем больше ты получаешь. Я не стесняюсь делиться ни знаниями, ни видео. Бесплатного контента у меня столько. На курсах дают какую-то маленькую, я не знаю, маленький какой-то процентик от той информации, которую я бесплатно выкладываю каждый день. И я делюсь, и я от этого выгоды имею. Причем большие выгоды. Да, у меня не миллионы подписчиков. Да, у меня там 20 тысяч подписчиков всего. Но, блин, мне этого достаточно. Ну, естественно, это будет расти, я так думаю. И кому надо, тот... Кстати, извините, сейчас перебью. Мне сегодня комментарий написали. Нелли, я на тебя уже год не подписана. Но смотрю каждый день твои видео, задаю вопрос, ты всегда мне отвечаешь. Вот, год смотрю. Пожалуйста, можешь видео говорить, подпишитесь на меня. А я это никогда не говорю. Вы будете сейчас смотреть видео, сделайте подписку, поставьте колокольчик. Колокольчик — это чтобы приходили уведомления о новых моих видео. Вот. И я всегда отвечаю на вопросы под видео. Ну, стараюсь, по крайней мере, там, если действительно надо ответить. И если что, я потом эти видео, если не ответила... Вернее, если я в комментариях не ответила, я потом эти видео записываю с ответами. Так что пишите побольше вопросов. У меня от ваших вопросов контент класс-то получается. Нет вопросов — нет контента. Так, вот, следующее. О, отзыв шикардосный. Нелли, привет. Знакома с тобой лично. Была на консультации в гостях у тебя в митинге. Некоторое время не слушала и не смотрела твои эфиры. Знакомая прислала ссылку. Я вспомнила, как раньше пересматривала твои эфиры про жизнь и про деньги. Вчера слушала запись, как ты читала со страницы 135 из книги про деньги, вот последнюю главу. Про цифры 5. Отзывы о приходе денег в этом эквиваленте. Теперь я о себе. Моя сумма на сайте ФССП была 21 миллион рублей. Вчера, именно вчера я сходила в МФЦ, восстановила пароль, зашла на сайт госуслуг и увидела, что задолженность стала 16 миллионов рублей. Минус 5 миллионов. Минус 5 миллионов, ребята. Я провожу в телеграмме эфиры, сотворение словом. Также всё время благодарность, взаимодействую с людьми, меняюсь, меняю мир вокруг себя. Куплю, как придут деньги, буду рекомендовать. Сейчас благодарность тебе, конечно, на словах, пока на словах. Ну, понятно, она в долге, какая благодарность. И рефлексия, чтобы прочитали и поверили, когда живёшь с чувством, что вся причина во мне. Смотрите, когда вам приходят деньги, вы с этой суммой оплачиваете. Если вы в долгах, у вас минуса, и вам приходят не деньгами, а чем-то там уменьшаются, вы не должны благодарить, пока вы не отдадите долг. То есть из минуса вы не отдаёте никогда. Вот это запомните. То есть у вас большие долги. К вам пришла сумма там 10 тысяч рублей, вы тысячу отдавайте, потому что было ноль. Ну, то есть и минус, минус и ноль. Пришло там 10 тысяч. Тысячу отдали за благодарность, кто помог вам эту тысячу получить. Но если вам эту тысячу подарили, то окей, этому человеку не надо эту тысячу отдавать. Вы можете тысячу отдать малым мужчинам. То есть тот, кто подарил, ему не надо. А отдаёте эти деньги дальше. Как в прошлом эфире я говорила, вот девушка в Украине, ей тысячу подарили на еду. Если она 100 пойдёт, отдаст, да, она сейчас вот запустит вот эту энергию. Дать, брать, дать, брать, брать, давать. Она пойдёт 100 рублей, даст такому же неимущему человеку, которому тоже кушать хочется. То у неё, естественно, эта тысяча преобразится в 10, и ей вернётся. То есть у неё уже будет 19 тысяч. Но если у вас просто закрываются долги, то есть вы с этой суммой не благодарите. Не надо, потому что у вас минус. Если вам приходят вещами, точно так же. То есть не надо благодарить. Ну, то есть словами поблагодарили. Можете из этих вещей каких-то там, например, вам подарили 2 килограмма ящика. Дайте там пару яблок, подарите кому-нибудь. Вот тогда это будет круто. А искать деньги, если вы в долгах, и вам не пришли деньги, а пришли там уменьшением долга, либо ещё чем-то, здесь вы не благодарите. Здесь вы ждёте, пока не закроете свои долги. Но если вам пришли вещи, которые вы тоже можете поделиться, обязательно дайте. Вам подарили там целый гардероб, чемодан. Ну, подарите одно платочко своей подруге. Отдали вам там что-то ящиком яблок. Да, подарите яблочко, там угостите соседку. Вам придёт 10 раз больше, поверьте. Так. Всё ли я тут прочитала? Так, про государство я прочитала, про десятину, про зарплату я прочитала, про делиться, прочитала, так, про налоги прочитала. Вот, задавайте вопросы, если у вас будут вопросы опять каких-то жизненных ситуаций, в которых вы не можете про десятину разобраться, то давайте, пишите, буду отвечать, и на видео ещё потом озвучивать, чтобы все знали, да. Можем с разных сторон эти ситуации... Во! Вчера ситуацию разбирали с подругой как раз. Мы шли, она такая мне говорит, вот я купила квартиру, я отдала человеку деньги, а он мне дал квартиру. Ну, то есть я была покупателем, он был продавец. Квартиру, там ещё замешан был этот, застройщик. Кто кому чего должен? Здесь никто никому ничего не должен. Вы купили квартиру, да. Он вам её дал, вы отдали деньги, у вас здоровый энергообмен, застройщик получил свои деньги тоже. И риэлтор, который в этом участвовал, он свою десятину с покупки и с продажи тоже получил. То есть здесь всё закрыто, здесь всё классно работает. То есть там ещё четвёртый, получается, человек участвовал, как риэлтор, помогал купить, продать. Вот, пожалуйста, там ему тоже заплатили десятину. То есть здесь ничего не надо, риэлтор получает свои денежки. Если бы вам риэлтор нашёл бы квартиру, да, вы могли бы его поблагодарить, но опять же, бесплатно, то вы могли бы его поблагодарить, но опять же, не десятинность целой этой квартиры. Хотя, почему бы и нет. Вот, если вы на это готовы, но эти деньги бы умножились. Вот, можете подарить ему не просто хорошее настроение, а какую-то небольшую сумму, вот, которая тоже умножится. Но вообще, вообще, если бы вам человек помог найти квартиру там за миллион рублей, вы бы дали ему сто тысяч, вам бы миллион бы вернулся в ближайшее время. Да, но мы так не делаем, нам страшно такие большие деньги отдавать. Вот, поэтому начинайте с мелочей, учитесь, потом вам будет легко отдавать и сто тысяч, и миллион, и сразу в десять миллионов обратно получать. Вот, здесь пока просто щекотно многим. Я девушке купила за 50 тысяч квартиру, евро, 50 тысяч евро. Я ей 5 тысяч евро отдала. Ну, мне не страшно. Она не риэлтор, она моя подруга, которая замутила все сделки. Она съездила в Мерсин, она пофотографировала мне квартиры, она мне нашла застройщиков, она заключила договора, она все помогла мне, все сделала. Она вообще, ну, в этом разбирается. Она работала здесь, в Турции, риэлтором, и поэтому она все это знает. И она, естественно, мне вот, пожалуйста, она получила свои денежки. Естественно, в минусе я не осталась. С 50 тысяч евро, 5 тысяч, спокойно, десятину, даже... не дрогнула. И, естественно, мне вернулись эти уже 50 тысяч, я осталась и с квартирой, и с деньгами. Понимаете? Эти деньги, конечно, мне пришли через мои книги, через донаты, через курсы, но они пришли. Так что... Все работает. Обнимаю, целую, пишите вопросы, подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчик, и вообще, если вы на YouTube смотрите, там под видео ссылочки. Переходите на мой видеоканал, там больше бывает видео, чем на YouTube, в Telegram. У меня есть канал статей, офигенные, я туда статей кидаю, пишу постоянно. У нас есть тут чат по еде, где люди там хотят, допустим, почиститься от паразитов, похудеть, привести здоровье в порядок. У кого проблемы со здоровьем? Мы только за природную еду, никакой химии. У нас очень много рецептов в группе, и мы каждый день делимся новыми рецептами. Сейчас чуть-чуть поменьше стали делиться, а поначалу канал создала там больше тысячи рецептов. Без сахара, без муки, без яиц. Можно торты любые делать. Боже мой, там тирамису, медовики всякие. Боже мой, что мы только не делаем. И без всякой выпечки, очень быстро. Мы там обсуждаем любые вопросы по здоровью. Например, температура, что делать, быстро ее сбить самими подручными методами, без всяких лекарств. То есть под видео, давайте, переходите на канал еды полезный. Потом у меня есть аудиоканал, где я статьи все читаю в аудио. Можно включать и слушать, там едете в машине. В аудиоканале я с лета не закинувала никаких аудио. Сейчас опять все статьи, которые буду кидать, и которые накопились неозвученные, буду озвучивать и кидать в аудиоканал. У меня есть курс, ребят, 490 рублей. Там 120 заданий. Сейчас я еще 50 заданий туда закину. На каждый день берете и раскидываете вот так вот листочки. Рисуете вот так листочки. И с циферками 1, 2, 3, 4, 5. Скатали, кинули в коробку. И вы достаете один листочек, там, задание 38. Читаете задание 38 на день. Мы формируем новые привычки сознания. Как по-новому мыслить. Каждый день новое задание. Сегодня формируем привычку «Я могу». И как это делать? Сегодня, чтобы наши шаблоны мышления нам не мешали. Сегодня мы тренируем там привычку. Какой-то. У меня не получится, и у меня получится. Как перестроить свой мозг, чтобы больше себя не отговаривать, что у меня не получится. Там много заданий вообще на трансформацию мышления. 490 рублей в месяц. То есть вы продлеваете каждый месяц и будете находиться там столько, сколько хотите. Я там 2-3 раза в месяц провожу сеанс движения сердца, который стоит 100 евро. У меня отзывов, ну, уже я в прошлом видео говорила около тысячи. У меня только 2 года назад 20 тысяч отзывов было. А после каждого сеанса еще тысяча отзывов прибавляется. Вот последний сеанс был 700 человек, 700 с копейками на сеансе. И там просто столько отзывов. У всех движ, у всех деньги приходят, у всех то-се, в разные ситуации разруливаются. Тоже можно почитать об этом сеансе под видео. У меня все это есть. Что еще хотела сказать? Куда подписываться можно? Так. Еще курс решения у меня есть. Трансформируем шаблоны. Учимся для тех, кто хочет стать, допустим, преподавателем, коучером, кто хочет научиться трансформировать шаблоны себе и людям, да, и работать с людьми. Либо просто для себя, для того, чтобы решать любые проблемы, любые ситуации через свое мышление. Стоит, не помню сколько, 15 тысяч, по-моему, 15 или 18, 15. И этот курс будет до 13 марта. Я его делала на неделю, потом на две, потом на месяц. Сейчас думаю, а, ребят, до 13 марта мы на курсе, работаем, каждый день трансформируем шаблоны. И в свободное время. И потом я его оставлю, этот чат, и вы дальше продолжите. Просто без меня с 13 марта я не буду участвовать и помогать каждый шаблон разбирать с вами. То есть сейчас еще январь есть, февраль и полмарта. Вы можете заходить, и я каждый день, каждый, кто начинает писать трансформацию своего шаблона, я наводящими вопросами каждое сообщение читаю и подвожу. Копейки. У людей по 10-20 шаблонов трансформирует, стоит там 100-150 тысяч. Ну, я знаю, у многих учеников моих. А у меня 15. Так что вот. Что еще? Кроме подписки, ваши отзывы, ваши вопросы. Блин, класс. Делитесь видео. Кстати, давайте сделаем так. Умножим ваши деньги. Вот вы получаете знания бесплатно, да? Но не делитесь. Либо не делитесь знаниями, не делитесь там деньгами, не делитесь там ничем. Давайте компенсируем, чтобы от вас не убывало. Возьмите сейчас. И отправьте какие-нибудь мои видео или статьи своим друзьям. Возьмите, скачайте любые мои видео или статьи и в своих соцсетях, в своих YouTube-каналах выкладывайте эти видео. Я вообще разрешаю это делать. Набирайте своих подписчиков вот еще таким образом. Вы можете создать себе канал, если у вас его нет. Если есть, там неважно, TikTok, Instagram, ВК, Facebook, что угодно. И начинайте читать мои статьи, мои книги. Там столько интересных вещей. Просто берите, читайте или рассказывайте о них. И набирайте себе аудиторию, себе подписчиков. Но просто, если вы не знаете, что рассказывать, о чем рассказывать, берите информацию. Ну, естественно, вы говорите так. Сейчас буду читать книгу Нелли Давыдовой. Курить нельзя бросить. Естественно, вы не все читаете, а какие-то части. Всю не надо читать. То есть авторское право, зарегистрированы все книжки. Если я узнаю, что кто-то своровал мою книгу, полностью ее бесплатно прочитал, здесь до 5 миллионов рублей штраф за авторское право. От 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Но здесь уже лишает суд. Вот. Здесь какой иск я подам. Так что, ребята, это, конечно, вы не делаете. Но вы части книг берете и читаете. Автор Нелли Давыдова. И читаете там одну главу, вторую главу, третью, разными кусками. Там рассказываете от себя, объясняете что-то там, добавляете свои примеры. И вы на офигенном классном контенте можете просто набрать офигенно много подписчиков. И у вас будут классные темы каждый день. Чем вы больше делитесь, чем вы больше рассказываете, тем вам в 10 раз больше возвращается вот этот уловите момент. Что еще? Что еще? Посты точно так же. Вы можете брать мои любые статьи, публиковать части книг. Да, но тоже где взята Нелли Давыдова, вот на нее там ссылочка. Там Телеграм или Ютуб или Инстаграм или еще где. Вот, пожалуйста. Больше делитесь, больше получаете. Это всегда так было, всегда так будет, всегда так есть. Обнимаю, целую. Если у вас есть еще какие-то предложения, любые, да, пишите. Любые предложения. Все буду учитывать. Пока-пока.